а осень все больше и больше вступает свои права особенно по гортензиям хорошо видно что осень пришла да ты же моя красавица какие они красивые первый год гортензии у нас мы их посадили весной такое пышное цветение следующем году еще сильнее будет да сереж они во-первых повыше будут да и будет я надеюсь мы их подкормим какая красота вчера был такой ветряк сильной ночью ужас я думала все по обрывает оборвало огурчики немножко да так они уже стали хуже спеть медленнее растут ну ладно ну лезут все равно вверх а в чужой не зреть это а ребят ой нет зреют зреют ссоре наврала так томаты тоже какие-то печальные стоят на длинных ногах как манекенщицы на подиуме ну да похоже на то так вот вчера один день пропустили и хопля созрели и заждались дождались кстати вот это и все вот я сейчас снимаю вот эти плоды и куст можно убирать а я думала я еще сентябре с ними повожусь нет с некоторыми придется повозиться конечно мучнистая роса у соседа ну вот как тут быть как тут быть я не знаю что-то говорить ему бесполезно он одно твердит я ничего не обрабатываю вот и все дела соберу сегодня томаты томатов много огурчики тоже есть огурчики тоже соберу вот круглый какой-то слишком кривоватый азота мало но я уже редко их кормлю азотом сейчас подкармливаю конечно но без фанатизма так поругала я свои огурцы и они у меня заплодоносили ты посмотри-ка сережа я их только-только вот отругала город не плодоносите совсем и они глянь пошли ребята ну ну давайте сейчас я вас соберу ой упала ветка упала ветка ого ого сколько нас пела ты посмотри а мы сейчас буду собирать вот с перцами только вчера не виделась да и и вот они за один день уже собираем каждый день но так по чуть-чуть по чуть-чуть а это прям вот жарко было слишком вчера надо полить их полью вас ребята полью давайте желтите быстрее вы чё ждете то еще ободрала листья им позавчера все нижние ветки лишние все поубирала тут он висит он красивый какой зеленый должен быть желтым должен быть вот он желтеть начинает а этот красный должен быть краснеет со стыда наверное что так долго не спел бархатцы я свои семена собираю уже все больше покупать не буду семян буду свои выращивать кабачок кабачок не знаю какой сорт и честно говоря не хочу знать он конечно красивый и дает он вроде бы плодики какие-то но их не так много хотя вложились мы в него удобрениями хорошо в этот кабачок но толку мало не надо никогда повторять вот этих наших ошибок не надо никогда брать сорта которые вы не знаете вот так вот купили где-то как называется бог его знает посадили не надо так делать это было наша ошибка больше мы так делать не будем и никому не советуем нужно тщательно выбирать сорта и моя практика показывает что нужно обязательно выращивать рассаду самим и не рассчитывать не на дареную рассаду не на покупную и стоматами такая же ситуация вырастила я свою рассаду можно сказать перерастила так как грядки были не готовы и мы затянули этот процесс поэтому сажали томаты лежа так что с нашими томатами вот этот сорт я не знаю как он называется конечно мы его уже обираем давно вон обобрали его но он самый обычный такой как в магазинах продают мне его подарили друзья привезли поэтому сори не знаю а вместо него ведь я могла посадить хороший сортовой томат а посадила в мусор очень жаль вот этот тоже мне подарили но это черри и я их использовала в консервации они в принципе неплохие сочные но как называются сорт я не знаю поэтому тоже буду выбирать другой сорт на следующий год вот эти томаты крупные красные это гибрид супер стейк я хочу сказать что нам он очень понравился он сладкий с легкой кислинкой ну в общем то не сказать что там прям вау-вау-вау но вкусный вот такие вот они большие крупные томаты вполне себе симпатичные но когда они зрелые цвет у них более темный более насыщенный этим надо было еще немножко повисеть но ветка сломалась пришлось их снять этот экземпляр больше 500 грамм но это не самый большой томат а самый крупный был где-то в районе 600 грамм на разрезе он тоже красивенький но видно что немножко он не доспел но тем не менее вкус все равно у него очень приятный это оранжевое бычье сердце они разных размеров и уже готовы похоже и скорее всего сегодня я буду их собирать рассаду этих томатов я попросила у своих знакомых я знала этот сорт и они меня угощали уже раньше этими томатами поэтому я точно знала на что я иду в этом конкретном случае это не гибрид поэтому семена я буду собирать сама на следующий год томаты нам очень понравились они такие нежные сладкие плоды крупные весом в районе 500 грамм но форма у них разная есть прям такая ярко выраженная форма сердца а есть вот такая красота но на вкусовые качества форма томата не влияет так что своими семенами посажу в следующем году эти томаты обязательно думаю кустика четыре точно посажу может быть пять плоды даже в разрезе такие сочные нежные и в то же время здесь достаточно много мякоти забегая вперед скажу что на мой вкус это один из самых лучших томатов которые мы посадили в этом году розовое бычье сердце тоже меня впечатлил но сказать что я не знала этот сорт было бы неправдой и специально попросила опять же своих знакомых чтобы мне выделили на рассаду несколько кустиков по весу они немного меньше чем оранжевое бычье сердце в районе 400 грамм самый крупный томат этот сорт нам понравился я в общем то в этом и не сомневалась мне кажется эти два сорта нравятся всем они сочные мякоти много сладкий с приятной кислинкой очень вкусный томат следующем году посажу тоже кустика 4 может быть 5 базилик какой красавчик да он прям красивые такие кусты обязательно посажу базилик следующем году он у меня как индикатор от всех болячек он мне подсказывает когда надо обрабатывать томаты а вот этот сорт если кто помнит мы покупали как датан томат но выросла вот такая красота и кстати очень вкусный томат я долго перебирала что это может быть за сорт трудно определить но по всем параметрам по размеру плода по описанию растения я все-таки склоняюсь к тому что это бренди ван еллоу это очень мощное высокое растение своим толстым стеблем она выделяется среди всех остальных в общем я на всякий случай семена собрала а вдруг если кому-то известен этот сорт напишите пожалуйста очень хочется посадить его в следующем году конкретно эти плоды не самые крупные в среднем плод у меня получился где-то в районе 400 грамм а эти выглядят вот таким образом сравнение с бычьим сердцем оранжевым но по вкусовым качествам он ничуть не хуже бычьего сердца поэтому мне и хочется иметь этот томат в своей коллекции вот этот сорт для консервации я тоже не знаю как он называется он очень хорошего размера и очень хорошего веса и кисточки у него не скажу что прям плохие не сильно обильный но в принципе пойдет но я и вкуснее как бы видала томаты да это во-первых а во-вторых для консервации он идеален но я хочу поискать все-таки другие сорта таким же весом может быть круглые но где-то в районе 20 25 грамм подойдут они ну а этот кустик мне дали на пробу вместе с бычьим сердцем а на замену ему я нашла вот такой black zebra cherry это коктейльные томаты размер плода 2-3 сантиметра овальной формы окрашены красновато-коричневый цвет с черными полосками и производитель заявляет что их аромат представляет собой восхитительное сочетание пряных и сладко-фруктовых нот сорт высокорослый до двух с половиной метров или как конкурент ему томат black cherry без всяких полосатости и я слышала о нем очень хорошие отзывы те кто его уже выращивал говорят что фрукты очень ароматные вес от 15 до 25 грамм и диаметр около двух с половиной сантиметров мне для консервации это идеально подойдет да и для еды он хорош сорт высокорослый до двух метров и требует посынкования и еще один сортовой черри цукер траубе на который я обратила внимание исключительно из-за положительных отзывов в интернете те кто его уже выращивал говорят что он очень вкусный сладкий с насыщенным вкусом и плоды небольшие 15-20 грамм что меня вполне устраивает растение можно выращивать в несколько побегов в каждой кисти до 15 плодов растение высокой до двух метров и требует укрытия от дождя в принципе нам подходит а это сахар шоколадный помидор у него такие плотные темно-коричневые красновато-коричневые плоды с фруктовым и очень приятным сладким вкусом и антиоксидантными свойствами и это благодаря высокому содержанию ликопина это гибрид поэтому своими семенами вырастить его не получится придется покупать но я посажу его обязательно куста 4 точно есть достаточно крупная у него и каждый плодик весит от 50 до 100 грамм как заявляет производитель но в нашем случае плоды получились более тяжелые несмотря кстати на небольшие размеры я думаю из-за того что плотность у них достаточно высокая весят они ну под 150 грамм и это не самый крупный томат а в разрезе он выглядит вот так сразу видно какой он сочный и такой сладкий честно говоря это самый сладкий томат в нашем арсенале кроме всех своих прелестей он устойчив к различным вирусным заболеваниям и достаточно высокий производитель говорит что он достигает высоты 150 180 сантиметров но мне кажется что наши под все два метра вытянулись и кстати то что мы их закопали по самую шею оказывается сделали очень правильно производитель рекомендуют заглублять их при посадке для развития более мощной корневой системы и в этой связи увеличению количества урожая но и наиболее комфортно чувствуют они себя в теплице или защищенном открытом грунте под навесом например это черный принц я его пустила в два ствола семена буду брать он очень вкусный томат очень вкусный сладкий сочный тонкая шкурка у него очень хороший томат не скажу что сильно он высокий ну метра полтора наверное эти два кустика я получила в подарок но не могу сказать что обильное плодоношение у них возможно мне придется обновить семена и не брать их вот с этих томатов а приобрести новый поскольку сорт нам очень понравился этот сорт конечно известен я сама его сажала неоднократно но на тот момент семян у меня в наличии не было поэтому и попросила своих знакомых дать мне несколько кустиков этого сорта коричнево-красные плоские плоды имеют очень нежный вкус многокамерные мясистые и очень сочные фрукты весом около 200-300 грамм и на первую половину сентября можно сказать они все у нас вызрели поэтому на следующий год обязательно посажу 45 кустиков этих томатов но семена как говорила буду покупать так а это все красные томаты будем их ждать поздние они наверное но это пацана высокорослый такой гибрид с большими кистями тяжелыми пацана это мое восхищение единственное что нужно обязательно сделать надо дать ему хорошо вызреть на кусте он так достаточно хорошо висит крепко держится когда он вызревший хорошо такого насыщенного красного цвета даже показать ничего потому что еще он должен повисеть несколько дней он очень вкусный для салата он такой мясистый для соусов это вообще бомба я обязательно буду сажать у меня в этом году раз два три четыре куста пацана три-четыре куста я обязательно посажу пацана нам он понравился да серёжа тебе понравился пацана да очень понравился большой такой крупный и кисть такая тяжелая у него большая единственное что конечно вот мы подстраховывали кисть чтобы она не ломалась вот такой вот проволокой специальной у меня есть видео про нее про эту проволоку не буду на ней останавливаться но если кому-то интересно называются они рис пенхальтер фюр томатен и продаются в интернете мы покупали на амацон а вот тот же флеш томаты супер стейк это не гигантома гигантома я оказывается не посадила вот жду когда они поспеют и тут осталось сколько у меня три больших томаты вот какая-то еще там мелочь наверху не знаю буду я ее ждать или нет посмотрим ну с томатами пожалуй все пошли к паприке какая раса по утрам вот этот перец я оставила на семена хороший перец мне очень понравился поэтому обязательно буду его сажать следующем году это сортовой перец он сладкий хрустящий в общем то соответствует всем заявленным требованиям растет без особых хлопот а вот это тоже начал спеть как только я оборвала вот эти нижние листья пошло дело тоже сегодня соберу на семена у меня еще есть в принципе и я если на семя наверное оставлю ах нет вот этот вот выберу какой покрупнее оставлю на семена он не сильно крупный но он такой для фаршировки я специально его сажала мы любим фаршированные перцы но два куста мы потеряли два куста сожрали шнеки для даже не стала оставлять выкинула за остальные боролась но тут пока не особо он желтеет а нет с той стороны сейчас покажу вот уже какая роса по утрам не знаю долго ему осталось перцем моим до болезней или нет он начал бачок желтеть очень много этих перцев их было бы еще больше если мы не профукали первый урожай с этими шнеками несчастными я вообще люблю в готовке желтый перец он более нежно что ли более сладкий и в разрезе для фаршировки как раз вот то что надо просто замечательный обязательно буду сажать следующем году можно сегодня красненький собрать он такой в такой спелости тоже очень вкусный этот перец не обязательно ждать пока он прям покраснеет покраснеет в принципе вот такой вот вариант уже такой сочный вкусный мне даже он больше нравится у него с тем что ли потолще не знаю и кстати вот этот вот сорт вот одна веточка это мы тоже купили вот такой он красный будет этот желтый а этот будет красный но тоже он так вырос но так он поздно вырос боже мой ой покупной что называется да лучше сажать самим поэтому если успеет поспеть то в следующем году посажу семенами вот эти два куста я даже уже жалею что я их вырвала кстати я сюда сажала тоже вот из этой же категории другие сорта но они все благополучно заболели я была вынуждена их быстро быстро удалить чтобы мои перцы не подхватили эту заразу вон какие листики здоровенькие перчики крепкие хороший сорт я очень довольна им единственное что шнеки нам конечно все испортили первый урожай они сожрали и отгрызли макушке мы бы давно бы их собирали я имею ввиду в большом количестве так там их едим конечно но перцы еще постоят если не заболеет от росы конечно два сорта у меня и оба я буду выращивать из себя и третий сорт покупной тоже попытаюсь а вот этот вот перец пряный я очень им довольна очень я думала вот этот куст не переживет шнеки вот этот куст конкретно потому что его так обголодали что я вынуждена была и вот эту макушку все это ему убрать он дал снизу дал побеги вот у него была макушка вот это изначально который полностью сожрали он снизу дал три побега с нижней какой-то почки и вот пожалуйста наверстал упущенное он догнал вот этот кустик который а у него нормальные были вот она была точка роста где у этого точка роста тоже была здесь да вот этот дал снизу побеги я думала не выживет но оставил на всякий случай а этот переориентировался хотя тоже был обожран жестоко причем обожран поэтому этот перец я оставляю он гибридный но у меня еще есть семена он не чили не такой острый он пряный чему я очень рада я не могу есть сильно острое и следующем году я точно так же посажу два кустика огурцы все стоит мокрое я страшно боюсь плесени но ну что делать бойся бойся волчих вот что называется да так огурцы я эти сажать не буду наверное я так посмотрела хотя они плодоносили у нас все лето но обильного урожая все равно не было или я что-то может быть ожидала другого от них я не знаю но я хочу попробовать другой сорт этим ничего не будет семенам они у меня еще действительно будут достаточно длительное время да там еще буду два по моему них запасе есть я хочу посадить другие сорта какие расскажу сейчас все новые сорта огурцов я выбрала с учетом пожеланий комментариев всех тех неравнодушных людей которые участвовали в обсуждении к моему 108 выпуску о сортах томатов и огурцов поэтому я куплю обязательно гибрид диамант который мне часто советовали выбор пол также на эксцельсиор тоже гибрид и еще один гибрид шарлотты почему я остановилась именно на этих гибридах дело в том что мне рекомендовали их как высоко урожайные и не склонны к заболеваниям мучнистыми росами а цукини диамант мне так и не удалось посадить в этом году поскольку мне подарили кабачки поэтому семена у меня лежат ждут своего часа они действительны до двадцать шестого года поэтому весной я буду сажать рассаду диамант а вот тут мне пожалуй нужна помощь и я опять же обращусь ко всем неравнодушным людям помочь с выбором семян баклажан я остановилась пока вот на сорте антар поскольку он ранний имеет улучшенные гибридные свойства как заявляет дэнер но в чем они заключаются пока непонятно следующий сорт на котором я остановила свое внимание money maker number 2 производитель пишет что это очень ранний сорт он температура устойчив вот это очень важно для высокопроизводительного выращивания в германии он имеет удлиненный темно-фиолетовые плоды длиной около 20 сантиметров и подходит для выращивания в открытом грунте вот все его характеристики мне очень подходят поэтому я остановила свое внимание на нем стоит попробовать и также меня заинтересовал гибрид люцельна они средне ранние с хорошей урожайностью так про них рассказывает производитель каковы они на самом деле непонятно пока но я обращаю внимание на то что они красивые пока все по той причине что у меня очень мало информации по баклажанам я прошу всех неравнодушных людей откликнуться если кому-то известны эти сорта расскажите о них пожалуйста подробнее или возможно у вас на примете есть более интересные сорта напишите о них пожалуйста не действительно это важно да думаю не только мне а я пока сделаю паузу в поиске семян и займусь нужным делом осветляю кроны томатов не нужны мне такие вот новые цветущие это все убираем зачем она она не успеет вызреть все равно макушки срежем оставим сверху по несколько листиков пусть дозревают сейчас до вас доберусь ребята ну вот листья хорошей болезни в принципе у томатов нет но сентябрь последняя неделя будет еще теплый а там дальше не знаю опять дожди на следующей неделе поэтому вот оставляю кисточки верхние там где уже нет ни завязи ни томатов все это сейчас обрежу оставлю по несколько листиков надо кистью ну вот это кисть созревает я ее вот так вот уберу она мне зачем сейчас я закреплю эти томаты будут дозревать ну вот результат моей работы сегодня корзина томатов и два куста убрала срезала под корень и один и второй пока не буду убирать корни потом как-нибудь а может быть и не потом и подрезала опять макушки еще раз потому как уже времени у нас ребята нет созревайте быстрее вот зеленый стоит давайте зрите кучу настригла опять пошла дальше спасать мир